МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марины Бартенева. Здравствуйте. И вот лишь некоторые темы выпуска. С 1 сентября ношение школьной формы в кубанских учебных заведениях станет обязательным. За или против? Ответ у армавирских родителей искала Наталья Замора. Сократить краевые дотации в пользу увеличения налоговых отчислений в местный бюджет. Такое предложение представили на рассмотрении Армавирской городской думы. Что же решили депутаты? Расскажет Марк Бугаец. 29 августа прошла внеочередная 53-я сессия Армавирской городской думы. Главный вопрос повестки дня о замене дотации из краевого фонда финансовой поддержки муниципалитетов дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц. На заседании побывал и Марк Бугаец. С июля этого года в связи с изменениями федерального и краевого законодательства в городской бюджет вместо 30% от суммы подоходных налогов, как это было раньше, будет поступать только 22. Здесь мы видим, что под мудрым руководством края получается так, что нас подвигают на принятие тех решений, которые будут иметь объективно достаточно неблагоприятные последствия для муниципалитета. Такие изменения, как прогнозируется в 2014 году, повлекут за собой сокращение бюджетных поступлений на 146 миллионов рублей. При этом с 1 января текущего года часть расходов подошкольным учреждениям на общую сумму 250 миллионов передается на краевое финансирование. Это содержание детских садов в части выплаты заработной платы и содержание в части учебного процесса по детским садам и приобретении игрушек. Значит, на нас он оставляет коммунальные услуги и на нас остаются расходы по питанию в детских садах. Однако эта сумма не покрывает расходов муниципалитета. В связи с этим на рассмотрение депутатов было внесено предложение о частичном сокращении краевых дотаций в пользу увеличения нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц на 0,3%. Дополнительный норматив по доходному налогу 8,57%. Это 2014 год, 7,83% это 2015 и 7,20% это 2016 год. Однако еще до заседания в краевое министерство финансов было направлено письмо за подписью Андрея Харченко с просьбой об увеличении для муниципалитета нормативов отчислений от налога. Такое обращение мы подготовили, я уверен, что его рассмотрят. Такое будет решение, конечно, сложно сказать. Я вчера на совещании на августовском предсовете, который был в крае, разговаривал с коллегами из других территорий. Примерно ситуация одинаковая, поэтому я думаю, что в целом этот вопрос будет рассматривать не только по городу Армавиру, но и по другим муниципальным образованиям. Она идентичная. Ответ из министерства должен прийти до 10 сентября. Так, как считает Алексей Виноградов, до этого принимать какое-либо решение было бы преждевременно. Я не убежден в том, что до получения соответствующего ответа мы должны принимать это решение. И вот почему. Потому что если мы принимаем это решение, то может так оказаться, что это письмо после принятия Дюмского решения, оно окажется выморочным, окажется глазом вопиющего в пустыне. По итогам долгих дебатов, рассмотрение этого вопроса было решено перенести на ближайшее время. Ему будет посвящена следующая сессия городской думы, которая должна состояться не позднее 10 сентября. Марк Бугоец, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В Армавире состоялось очередное заседание единороссов. Полицовет вел секретарь местного отделения Андрей Харченко. Кроме обсуждения текущих тем, на встрече с активом было принято решение о созыве 19-й городской конференции, которая пройдет 6 сентября. Также рассматривались вопросы обновления состава политсовета и избрания делегатов для участия в краевой конференции партии. Она состоится 12 сентября в Краснодаре. В четверг в Армавирской администрации прошло заседание городского штаба по участию граждан в охране общественного порядка. Подростковая преступность, работа казачьей дружины, стали темами обсуждения. Подробности встречи в следующем материале. В течение полутора часов участники городского штаба обсуждали, как сделать эффективнее охрану общественного порядка. В первую очередь начали с подростковой преступности. Ее нужно пресекать на корню, ведь молодежь нашей будущей говорили на совещании. Одновременно отметили, что показатели правонарушений, совершенных подростками, снизились. Однако количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков, среди несовершеннолетних, возросло. Пути решения проблемы будут искать на совещании комиссии антинарка. После перешли к обсуждению второго вопроса о работе казачьей дружины. Действует на этих сельских поселениях 44 казака-дружинника. Осуществляется их работа в выходные, праздничные, предпраздничные, и в выходные дни. С гражданом работы 4 часа в сутки. Осуществляется ее деятельность согласно плану проведения мероприятий, в том, что это дело внутренних дел. Патрулировать казачьи дружины вместе с сотрудниками полиции стоит не только в центре города, но и в других районах, отметил заместитель главы Сергей Фролов. Преступления совершаются в любом месте и в любое время. На совещании также обсудили вопросы обеспечения правопорядка в пригородных районах Армавира. Наталья Замора, Александр Пензев, служба новостей Армавира. 62-летний житель Новокубанского района, находившийся в Армавирском следственном изоляторе, покончил с собой. Мужчина проходил по делу, как подозреваемый в совершении умышленного убийства. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Напомню, 62-летний житель Новокубанского района взорвал гранатой своего знакомого. Мужчины находились в автомобиле Volkswagen, где между ними произошел конфликт на почве личной неприязни. Замышленник кинул взрывное устройство под ноги водителю, который впоследствии от полученных травм скончался. Сам подрывник практически не пострадал. Позднее он был задержан и находился в Армавирском СИЗО. 25 августа 2013 года от дежурного отдела МВД по городу Армавиру поступило сообщение об обнаружении трупа в СИЗО в следственном изоляторе города Армавира с признаками повешения. В настоящее время с следственным отделом по городу Армавиру проводится проверка. Было установлено, что жизнь покончила обвиняемая в совершении преступления в части первой статьи 105. В настоящее время обстоятельства самоубийства устанавливаются. В Армавире состоялась августовская конференция педагогической общественности города. Члены встречи обсудили готовность образовательных учреждений к новому учебному году и наметили задачи на ближайшее будущее. Качество образования, достойная заработная плата, безопасность в учебных заведениях. Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на традиционном заседании педагогов. Отмечу на состоявшемся 28 августа в Секубанском педсовете, прошедшем в режиме видеоконференции, губернатор Краснодарского края поставил новые задачи, которые необходимо решить в новом учебном году, сообщил мэр Армавир Андрей Харченко. Все подробности августовской конференции в нашем городе смотрите в репортаже Дарьи Топчевой в следующем выпуске твоих новостей. В новом учебном году все школьники в обязательном порядке наденут форму. С 1 сентября вступают в силу новый закон, один из пунктов которого предполагает данное нововведение. Пока не предусмотрено единого фасона для всех школ страны, но большинство учебных заведений остановились на классическом варианте. Белый верх, черный низ. А вот в какую форму оденутся армавирские ученики? Об этом Наталья Замура. 2 сентября в Армавире, как и во всех российских школах, ребята после летнего отдыха сядут за парты. В этот раз родителям не придется ломать голову над тем, в какие брюки, юбки или кофты нарядить свое чадо. Об этом позаботилось правительство. Школьная форма должна быть во всех учебных заведениях обязательно. Такое было найдено решение. Если ранее требования к школьной форме были, скажем так, полуобязательные, то теперь с 1 сентября 2013 года, со вступлением в силу нового закона образования, требования к школьной форме прописаны в статье 28. То есть теперь школа обязана предъявить определенные требования к одежде учащегося. У кого-то это действительно полноценный костюм, у кого-то это элемент в виде жилетки, который будет подказывать, что это учащиеся именно данные школы. Влада к новому учебному году полностью готова. Девочка идет уже во второй класс. А вот разговоров о том, чтобы в школу принарядиться, например, в джинсы или яркую юбку, у нее с мамой никогда не было. Ответ прост – есть школьная форма. В этом году деловой костюм второклассницы выдержан в темно-синем цвете и состоит из сарафана, пиджака и креативного галстука в горох. Я хотела бы пойти скорее в школу, чтобы носить мою форму. Она мне очень-очень нравится. В Армамирской гимназии номер один ношение школьной формы не новость. Традицию эту соблюдают из года в год уже на протяжении долгого времени. Правда, каждый класс индивидуально для себя выбирает модель. Главное требование, чтобы форма была выдержана в единой цветовой гамме, темной и еще, что немаловажно, была удобной и комфортной. Это наше убеждение. Я думаю, многие поддержат, что школьная форма – это замечательно. Во-первых, это дисциплинирует, это сказывается на качестве образования. Кроме того, это эстетично, это красиво. Это дает возможность школе продемонстрировать свое лицо. Конечно, ношение школьной формы – это хорошо. А вот поддерживают ли нововведения родители? Если подсчитать стоимость комплекта формы на 1 сентября, то сумма получится следующая. Для мальчиков костюм, пиджак, жилет, брюки классического покроя и галстук стоит 3000 рублей. Я считаю, что это вполне приемлемо для среднестатистической семьи в нашем городе, потому что одежда на ребенка стоит недешево, даже если просто ее покупать, если не брать школьную форму. Поэтому 3-4 тысячи, я думаю, каждый может позволить своему ребенку одеть. То есть это надо будет потратить один раз, ребенок будет одеть на весь год. Школьная форма необходима для учебного заведения, так как она показывает престиж, уровень учебного заведения. Впрочем, хочешь не хочешь, а закон есть закон. Кто-то в школу пойдет в сарафане, кто-то в юбке, кто-то в брюках. Синих, зеленых, черных, клетчатых или полосатых – не важно. Главное, одежда всех школьников будет выдержана в деловом стиле. Наталья Замора, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Лучший в крае. По итогам 2012 года среди парков крупных муниципалитетов Кубани наш городской парк культуры и отдыха завоевал первое место. Такую победу его сотрудники привозят в Армавир уже не в первый раз. В этом убедилась наш корреспондент. Место встречи изменить нельзя. Парк культуры и отдыха. Нет ни одного армавирца или гостя города, который бы здесь не побывал. Сюда приходят отдохнуть люди пожилого возраста. Здесь встречаются молодые парочки, играют и веселятся детвора. Красоты и качества работы городского парка оценили на краевом уровне. Итог – первое место и почетная грамота Министерства культуры Кубани. Основные показатели, которые оценивались, были техника безопасности, охрана труда, безопасная эксплуатация аттракционной техники, своевременная выплата заработной платы, своевременная выплата налогов и коммунальных услуг предприятий. И, конечно же, проведение культурно-массовых мероприятий. Я считаю, что это победа не только нашего коллектива парка, но и всего города в целом. Такая победа для Армавира стала не первой. Наш город регулярно участвует в конкурсе, где он – сильный соперник для других муниципальных парков, крупных городов. Сегодня здесь работает 28 аттракционов, как для детей, так и для взрослых. Регулярно благоустраивается территория, разбиваются кломбы, проводятся культурно-развлекательные мероприятия. Приятно посидеть. Вон там горку, очень надувную эту любим. Очень нравится. Мы приезжаем, но каждый год сюда приезжаем. Единственное, конечно, не хватает нового чего-то. Каждый год одни и те же аттракционы, все устаревшие. Хотелось бы, конечно, его вести. Новые какие-то карусели, новые аттракционы. Часто приходим, все очень нравится, фонтаны нравятся, для детей. Вот у нас маленькая девочка там прыгает. Все очень хорошо, чисто. Молодцы. Наталья Замура, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Об этих и других событиях вы сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv, а также в наших группах в социальных сетях. Там же можно поучаствовать в обсуждении новостей и предложить темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее о погоде Дарьи Топчева. Я же, Марина Бартинева, прощаюсь с вами и желаю только самых добрых новостей. До новых встреч на телеканале ТНТ Армавир. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова